здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами надежда николаевна добро пожаловать на канал баба надя вот сижу на природе стараюсь для вас снять видео вы здесь будете видеть что народ на велосипедах ездит бегает да в основном бегунов очень много то есть народ спортивный и понимает что для того чтобы продлить дни своего существования на нашей матушке земле поэтому хочешь жить умеет вертеться и последние темы разговоров моих видео я как раз и посвящаю теме нашего здоровья теме долголетия здравом уме вот что главное вот смотрю я на эту реку которая тихо сегодня несет свои воды и и очень много на поверхности воды пуха тополинного да ну и в голове вот такие мысли ну и что же мы люди тоже как вот эти пушиночки да или как мотылечки бабочки однодневки пришли на эту землю выросли да какой-то опыт получили и все и на этом все закончилось а вот и нет мои хорошие жизнь только начинается когда ты начинаешь понимать что ты не это тело что ты не твои эмоции вот я вам говорю понимаете и я сама себе это все внушаю потому что потому что хочется понимать что ты создание божие что ты хотя и пришлец есть на этой земле но сейчас такое время интересное наступило что ты должен соединиться с тем кто тебя сотворил читаю сейчас жизнь великой женщины которая в 2011 году ушла из земного плана этаж и не нирмаладеви но нас детства конечно обладала необычайными способностями и поэтому даже ганди 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 махатма ганди ей это девочки пророчил большое будущее и когда революция в индии произошла когда мирным путем англичане ушли из индии и родители нирмаладеви тоже участвовали в этом в этом деле до деле освобождение страны но это все очень философский философские потому что даже шри матаджи впоследствии говорила что в их семье было семеро детей и только двое оставили след своей жизни это сама шри матаджи и ее брат который написал воспоминания о своей сестре и вот у него было такое такой псевдоним необычным папа что же получается вот мы привыкли к слову папа да папа значит мой папа мой отец и к слову мама а папа получается на санскрите вроде бы как грешник а мама а мама вот а про маму не могу сказать потому что почему-то не вникла но знаю что слово баба одна означает точно отец понимаете слова баба ну да там же есть эти великие учителя шри которые себя считают например кто там саи баба саи баба еще какой-то там саи баба то есть слово баба там обозначает мощь силу до отца но смотрите я стараюсь вам показать не себя здесь и а показать то что вокруг меня кипит жизнь и то что если ты хочешь жить то ты должен двигаться она потому что движение это жизнь вспоминаю вот то что пришлось видеть вокруг себя как люди сами себя уходят вот например была соседка но здоровенькая была у нее сердце здоровенькая потому что пришлось ее детям очень долго за ним за ней ухаживать когда она стала лежачим давайте подумайте зачем вам нагружать детей делать себя лежачим поэтому вот сельском местности например на огороде можно работать и люди так и работают ухаживает за какой-то скотинкой своей которые у них есть поэтому в сельской местности жизни жизнь даже очень и очень физически трудоемкая да поэтому будем говорить что будем трудиться вот есть начитки которые я выставила недавно в соцсетях на ю тубе да на начитки георгия сетина который профессор психологии еще свое время он говорил о том что в студенческие годы ему попалась книга с аффирмациями того времени он не помню уже кто автор был этой начитки но главное что вот сейчас пришло такое сравнение это было из той книги и нам свое время преподаватель в институте читал что если пожнешь посеешь привычку то пожнешь характер вот посеешь привычку каждое утро делать посильные физические упражнения и поэтому ты каждый день это будешь делать и ты пожнешь характер ну вот кто у нас уже в старости ну я говорю это подвиг конечно дожить до 90 и больше лет но если у вас здорово есть следующий разговор продолжается потому что записывать на телефон оказывается нужно уметь нужно брать какую-то подставку ну а так как я держала телефон в руке и получилось все мое лицо ну вот оказывается вблизи она вот такой вот натуральная на свои 72 года ну что же я хочу сказать что дело утопающих в руках самих утопающих поэтому не будем игнорировать настрои сытина но прежде чем настрои сытина так сказать употреблять мы должны настроиться на эти настройки мы должны себе сами сказать настрой который я сейчас буду усваивать будет оказывать на меня сильнейшее влияние благодаря которому организм будет в десять раз усиливать и сто раз усиливать его влияние и мобилизовать все свои резервы для быстрого и полного исполнения того что сказано в настройки я настраиваю себя на глубокое прочное усвоение содержания нужного полезного настроя я буду стараться как можно глубже и прочнее его усвоить так мои хорошие я продолжаю по в нашем долголетии что мы должны сами заботиться об этом теле ну во первых давайте умощать будем это тело потому что с возрастом вы видите гормоны наши почему-то кто-то выключил и поэтому это я не от себя говорю вернее я то знала потому что в одном псалме сказало и умножится в старости мастите это в одном столме сказано поэтому давайте будем себя ну хотя бы раз в неделю умощивать полностью ну где-то так вот наберите маслечко какого-нибудь можно алое масло например самому себе сделать да ну вот я смотрю сейчас вот на это лицо которое я вижу на экране но вроде бы она когда подальше от камеры то еще она хорошо смотрится да и начинаем себя умащивать умащивать нужно и свою сахатрару умачивать все тело это рекомендует валентина николина вот она сыроед она пишет книги и у нее так сказать я получила опять подсказку ну что же ты мол надежда да не умачиваешь себя поэтому кожа сухая у нас становится со временем давайте будем хотя бы раз в неделю хорошего маслечка купим ну есть масло для массажа есть масло конечно для для детские масла для малышей поэтому вот давайте его приобретаем и не жалеем до до высыхания утра встали намазались никуда не садимся вот и и и ходим пока не высыхаем можно взять какой-то старенький халатик чтобы он впитал потом излишки масло которое мы нанесли на кожу дальше у меня прервалась была запись потому что на телефоне оказалось мало памяти и поэтому часть ушла осталась где-то в окружении нашей земли ну а чем я там говорила я называла тех авторов которыми которыми я сама работала ну во-первых георгий сайт для нервной системы очень продолжительное время читалась начитка очень долго наверное более полугода как молитва утром и вечером это просто нужно себя заставить то есть нужно увидеть цвет в конце тоннеля нужно увидеть зачем мне это надо поставить цель неужели я не хочу например у прамука на свадьбе поплесать ну фантастическая конечно но реальная потому что сейчас время поменялось вот говорит кто говорит говорит валентина юрьевна миронова я дам ну несколько наверное полтора года как я познакомилась ее семинарами с ее работами которые все говорю что идите на проза точка ру и там вы найдете очень много интересных вещей так вот она говорит о вознесении что вознесение это сейчас ныне очень популярное слово ну вот посмотрите вот прошла пасха на 50 день и будет вознесение когда иисус на глазах у своих учеников одиннадцати апостолов которые у него остались до конца его деятельности но так как наша земля перешла уже в другое измерение а это случилось где-то в девяностых годах когда ученые харкковского университета зафиксировали какую-то ну буквально доли секунды может быть остановку земли то есть получается что мы все с вами перешли и вознеслись поэтому кто называется вознесенным вознесенным называется тот человек который мыслит по-другому который мыслит уже не так как большинство его окружения потому что мои родные меня не понимают ну вот вы меня понимаете потому что вы искатель ну почему наверное внуки меня понимают а у бабушки и внучки и у внуков всегда так сказать взаимопонимание наверное что-то здесь очень такое действует да что только бабушка могла передать внучке свои знания это если у бабушки были какие-то особые знания далее я вспоминала еще одного американского микробиолога Брюса Липтона который советует нам очень часто повторять фразу я счастлив ну это тоже типа начитки как у Георгия Сытина но только очень коротенькая повторил трижды я счастлив, я счастлив, я счастлив но только в течение дня нужно это очень часто наверное повторять я счастлив, я счастлив, я счастлив я счастлив и в течение месяцев и в течение полугода может быть и больше полугода чтобы наш мозг а я обязательно на днях запишу еще в мозге статью буквально вы же понимаете я не гружу вас тем что очень слишком научно а я выбираю те отрывочки которые для для обыкновенного человека а не научного будут понятны да, Иисус Христос каждый раз когда он кого-то исцелял он говорит вера твоя спасла тебя иди и больше не греши еще в свое время я очень много перечитала книг Виктора Шемшука ну очень интересная, но сложная такая вещь вот что наши предки прямо были богами и они все свои части тела длину, пальцев, пяди, плеча, лба, сажень в плечах то есть эти все меры они применяли при строительстве своего жилища поэтому жилище у них было так сказать привязано к пропорциям тела жильца и тогда в этом помещении человеку жилось очень и очень комфортно но вы знаете некоторые там вот углов очень он много приводит и называет множество имен праславянских древле православных божеств это все в свое время все вот так вот проходило все это записывалось дальше были курсы меня прельстило название «Вратам мир» вот да, вот найдите «Вратам мир» с Ольгой Веремеевой но она тоже открыла, подняла кундалини у себя но она говорит, что она самостоятельно это все сделала хотя вот я сейчас вот в Сахаджа-йоге и я многие вещи, о которых она говорила, нахожу именно в Сахаджа-йоге каждый человек идет своим путем, ищет то, что ему ближе ну если еще говорить по авторам, кого применяла в своей жизни, да ну вы знаете, в свое время, когда был Кашпировский это были где-то 90-е годы, это был распад Советского Союза и поэтому и Алан Чумак, и Кашпировский кто там еще был, Джуна, потом Мзия была еще я не помню, я рассказывала в том своем видео, которое я записывала на берегу о Мзии, вот она умела путешествовать по своему телу то есть каким-то образом ты попадаешь внутрь своего тела и начинаешь исследовать его хочешь исследовать печень, исследуй печень хочешь исследовать сердце, исследуй сердце ну тогда, если в отношении сердца у меня была одна медитация но это медитация Друнвала Мельхи Седека о котором я говорила, у меня там есть где-то очень много видео которые я выставила в начале своего, так сказать, творческого пути и там я рассказывала о этой медитации, медитация сердца представляешь себя маленького, вот прямо вот в рту вроде бы когда уменьшил себя, свой рот себя представил и потом представил себе воронку, которая идет из гортани прямо вот в сердце вот ты представляешь, как эта воронка раскручивается ты входишь в эту воронку, бац, и все, и ты уже в сердце могу сказать, что сработало, потому что мне приснился сон и я увидела себя в сердце я увидела людей, которые очень важны в моей жизни да, если хочешь выйти из сердца, просто взял и все, я здесь и сейчас ну вот я что-то так очень-очень-очень долго таратурю, очень быстро таратурю но сейчас я хочу немножечко коснуться еще разговора о комментариях так, уважаемые мои подписчики и гости канала мне очень приятно читать ваши комментарии и на некоторые отвечать потому что если некорректные комментарии если кто-то, я вот недавно выставила коротенькое видео я шла и увидела под мостом такой огромный шар ну, во-первых, для меня это было открытие потому что я представляла, что, наверное, зачем-то для того, чтобы когда множество будет пешеходов на поверхности моста идти или много транспорта для того, чтобы не случилось какого-то несчастья вот эти тяжести, наверное, которые подвешивают под мостом они служат вроде бы как снятием вот этой вибрации, да колебаний, стрессорами, да антистрессорами для мостов они служат да, и к этому видео некоторые, некоторые зрители поставили некорректные ну, вы знаете, не совсем корректные вопросы что это за новогодний праздник, что это за дискотека ну, конечно, можно посмеяться но вы же знаете, что я зашла потом, кликнула в интернет и постаралась найти, для чего подвешивают грузы под мостами ну, мне попались большие научные статьи спасибо тем людям, которые кратенько, но очень грамотно написали зачем эти, так сказать, утяжеления под мостами да, ну, они, наверное, очень тяжелые дальше, наверное, я еще в том видео говорила о том, что что мы сами себя программируем давайте перепрограммировать себя будем в последнее видео я начала записывать самореализацию то есть, что значит, что мы самостоятельно можем поднять кундалинин я вам хочу сказать честное слово вот эти все видео Горяева, то есть Матрицы они очень мне помогли помогли даже курсы этой Ольги Веремеевой потому что там было очень много методик для проработки всех сложных ситуаций в жизни которые с вами случались кто-то говорит, что у меня кундалини не поднимаются мои хорошие да, блокировка есть на некоторых энергетических каналах центрах ведь если мы бегали в свое время по экстрасенсам по ворожеям, да, по магам занимались спиритизмом и всеми такими вот нехорошими вещами отдавали свое тело на работу гипнотизера это очень и очень плохо вот смотрите на нашей тонкой системе есть третья чакра которая называется пупковая чакра и вокруг войн это называется океан иллюзий и вот если мы грешили потому что в Библии сказано, что гадать плохо да, очень плохо потому что идет наша программа со стороны ведь мы и так программируемся нашими родителями нашими учителями да, Надежда Николаевна педагог и наверное тоже внесла свою лепту в это нехорошее дело потому что как лодку назовешь, так она и поплывет помните, да? о путешествии кажется, в Рунгеле капитана, да? у которого была подписана его лодка да не лодка, а корабль да, словом победа но во время старта по отвалилась и получилась беда вот и беда их настигала мои хорошие мои любимые братья и сестры давайте будем себя программировать хорошо еще раз скажу с вами была Надежда Николаевна нажимайте колокольчик ставьте лайки подписывайтесь на мой канал спасибо 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 Продолжение следует...